В сердце. Так называется клип. Сегодняшний гость и программа «Правда-24». Что у нее в сердце, что у нее за работа и какие у нее творческие планы, нам расскажет сама Татьяна Овсенков. Татьяна, я хотел узнать, вообще мы можем говорить о клипе, который вышел в апреле месяце, что он новый? Я думаю, что да. Что он новый, потому что он, как принято сейчас говорить, крайний, то есть последний. Крайний, последний, неважно, как говорить. На самом деле, как-то в апреле «Почему» был снят такая маленькая предыстория. Появилась эта песня, я ее называю по-своему «Кошечка», там есть текст про кошечку, я ее называла «Кошечка». Показалась очень нежная, добрая песня, но в этот момент я участвовала в проекте «Танцы со звездами», в котором успешно, очень вскоре вылетела, а танцевать все хотелось и хотелось, и вдруг у меня возникла такая идея, что почему бы эту песню, вот «Кошечку» мою в сердце есть, попробовать изложить в движении, скажем так, в небольшом танце, оставив при этом героем своего партнера, с которым мы танцевали, с которым мы успешно вылетели. Вот, и так появился, скажем так, для себя больше этот клип. Мы его, естественно, показали в интернете, то есть как там, я там не планировала что особо. А то есть эфирных не было показов? Не было, только вот несколько вариантов. Потом я уже читаю, что огромное количество поклонников у этого клипа и у этой песни. В общем, вот такая история. Поэтому не было когда заниматься, теперь мы его называем новым. Вот я недавно буквально на днях с Панайотовым общался, и он сказал, что он свой крайний клип снял просто на айфон. Они поехали со своим директором в Нью-Йорке. И как вы вообще относитесь к тому, что сейчас технологии позволяют, лишают хлеба профессионалов, которые раньше? На самом деле мы тоже снимали на эту маленькую камеру две девочки, очень хорошие, талантливые молодые девушки, которые живущие ныне в Лос-Анджелесе, предложили, то есть я рассказала, просто изложила свою историю, поехала повидать своего сына, все вместе побывать на студии на новой у Ромы Архипова. И как-то так он нас познакомил, и решили, она все прям быстренько за сутки сочинила, и это получилось. Ну, как я отношусь к этому? Ну, конечно, это не большая, не громоздкая работа, но для этой песни мне достаточно было изложить вот именно ту суть, идею. Правда, не все получились, скажем так, те трюки, которые я хотела совершить танцы, потому что был очень большой ветер на океане, и поэтому пришлось какие-то движения убрать, и там уже... Так что, мало того, что это, честно скажу, малобюджетно, но получилось вот так душевно. Не, ну, по Тойоту, получается, бюджет только билеты и с самого айфона, так как у вас туда еще людей нанимали. А чем, кстати, Игорь, ваш сын, занимается в Америке? Игорь поступил уже у меня в университет в этом году. Так он поехал, на самом деле, это такая маленькая история, года три назад, да, это было три года назад, летом, то есть когда начинал свои угорюшки переходной такой, скажем так, период, то есть когда мама на гастролях, а мама и мама и папа, поэтому мы особо решили так показать, ну, становление, скажем так, своей личности. Естественно, у нас немножко учеба в сторону, компании, тут увлеклись разными, сначала очень тяжелой музыкой, то есть сначала он категорически не хотел этим заниматься, больше был спорт. Немножко трудновато мне было, сложно, и летом я решила позвонить бывшему супругу, сказать... Дубовицкому? Да. А Игорь, он тоже Дубовицкий? Да, Игорь Дубовицкий, да. Говорю, пускай бы на лето поехал, немножко подтянул язык, потому что, хотя мы учились в Ломоносовской школе, она нормальная школа, у него с математическим таким уклоном, а у него это хорошо. Ну, вот здесь мы немножко подгуляли с отметками, в общем, меня без конца и края вызывали к директору. Ну, хороший мальчик, но вот был у нас такой маленький. Ну, вот, наверное, как все мальчишки и девчонки-то переживают. Я не особо, как бы, как бы так переживала это внутренне, потому что я понимала, что мы это переживем обязательно с ним, потому что, так как мы с детства друзья, ну, договорились, что поедет к папе на лето, немножко подтянет язык, пообщается. Я говорю, давай, может, какие-то там курсы, может быть, пока лето, вот, за то, что прогулял весь год хоть немножко. А получилось так, что он пошел. Он говорит, слушай, ну, пускай получится еще этот год, попробуем совмещать две школы. Я говорю, пусть здесь поступит и попробуем, ну, что будет. Тяжело ему было, конечно, первый год. А потом сделал выбор свой, что я здесь закончу. Вот закончили. Должны были поехать учиться, он так решил, в высшую школу экономики. Вот поступил сейчас, вот, правда, в Майами. А, в Майами, понятно. Он хотел поехать в Бостон. Майами практически русский город. Ну, теперь мы родили... Все ваши там шоу-бизнесы. Да, все наши там. А Дубовицкий старше, что в Америке делает? Живет. Ну, он... Живет семья, у него двое деток. Нет, но он профессионально чем занимается там? Ну, тут уж, я думаю, что он сам бы... А, понятно. Нет, нет, нет. Тут я, на самом деле, мы общаемся только на уровне Игоря. То есть Игореша как Игореша. Спасибо, что помогаешь. Спасибо, что поддержишь. Потому что мне, на самом деле... Хотя Игорь сейчас живет уже отдельно со своей супругой и с малышом. У Вовы своя семья. У Игоря уже... Вы сами открыли эту дверь. Вы малыша упомянули. Да. Я не хотел, как эту тему говорится. Потому что, ну, женщина, которая выглядит на 30 лет, и вдруг выясняется, что она бабушка. Поэтому возникают такие вопросы. Вы сами упомянули малыша. Бабушка, я бабушка. Расскажите, вот каково вообще... Вы знаете, я пока его не понимаю, на самом деле. Потому что нам всего месяц. Но мы еще не виделись. Видимся только теперь. Спасибо большое технике, конечно. По скайпу. Фейстайм. То есть, как мы купаемся, как мы плачем. Теперь Игорь еще полутра мне звонит. Потому что, когда в университет идет, я, конечно, волнуюсь. Говорю, кто помогает вам. Это все у нас, мама, хорошо. Я учусь. Нянечка есть. Я говорю, ну, слава богу, что так. Судя по всему, когда он принял решение, они встречались уже год. Прошлым летом он приехал, они решили расстаться. Вот как. Очень тяжело мы переживали то лето. Потому что оба приняли решение, что сначала учеба, потом отношения. Тем более ей всего 16 лет. Естественно, я думаю, ну, слава богу, решили. Но переживал он сильно. Я уже готова была их помирить сама. Правда, с моим языком английским это не очень удавалось. Мне поговорить с ней невозможно только с ним. И когда он уехал, вернулся уже в сентябре в школу, в колледж, они помирились. Ну, помирились так, что в январе сыграли свадьбу. А вам когда-нибудь приходилось в Америке выступать? Да, довольно часто. В Майами? В Майами, по-моему, один раз, но очень давно. То есть в Нью-Йорк, Лос-Анджелес? В Нью-Йорк, да. Ну, нет, не только Нью-Йорк. Мы всю Америку практически ездили. Когда это было? Ой, это было, наверное, если... А я вам сейчас скажу, когда... Лет 9, наверное, назад. 8, так, наверное. Потом у нас был... Один раз я сама весь тур с музыкантами проехала. Там Чикаго, городишки. А репортара какой? Миража? Нет, да? Свой. С миражом, к сожалению, уже с давних пор как-то не складывается. Хотя очень часто просят, и музыку нас связала. Но Андрей не разрешает. Нет, ну как же, я вот считаю, тоже, опять же, недавно с Левкиным говорил, он тоже от наны пытается как-то откреститься. Ну как, ну это... Ну, конечно. Половина жизни. Ну, конечно. Ну, это вообще какая-то судьба даже моя, которая, в принципе... Ну так бы, наверное, я осталась бы в Киеве, наверное, продолжала бы там жить. Но благодаря Витлицкой, да? Витлицкой, да, Наташа. А вам интересно, приходилось останавливаться в качестве гостя в той гостинице, где вы работали? В качестве гостя нет, потому что... Это был взвод, а весь президентский люкс? Нет в этой гостинице? Вы знаете, тогда не было. Тогда не было, но вот я несколько лет назад приезжала в Киев, конечно, хочется родителей побыть у меня, отец, и мать, и сестра там. Они там же, да? Они там, в Киеве, да. Обсуждаете вот эту всю сейчас ситуацию, которая... А как же? А как же? Безболезненно это не проходит, потому что вот сейчас опять в Киеве какие-то волнения. Я переживаю, потому что племянник у меня, мой любимый крестник, он учится там, учится в британской школе, уже заканчивает, вот ему 16 лет. Ой, 14 лет. Британская школа в Киеве? В Киеве, да. Вы знаете, да, как-то у него английский сложился, и она... Притом выбор был, перескакиваю так немножечко, в нашем районе, где мы родились с сестрой, где моя... А что это за район? Нивки. Это окраина Киева, где как-то мы ходили в школу, как родители тогда. Отец дальнобойщик, мама на трех работах, значит, что поближе, какая школа, неважно, русско-украинская, и детский сад, чтобы дорогу не переходить. Ну и так и сложилось. В детский сад мы ходили рядышком, теперь из этого детского сада сделали британскую школу. А так как мы продолжаем жить в этом районе, то есть по такому же принципу Родион пошел в эту школу. А школа русская была? Нет, нет, она вот... А, моя школа? Да, да. Моя украинская. Да? А то есть вы на мове разбавляете? На мове разбавляю, да. А в репертуаре что-нибудь есть? Есть. Ну, я как-то бы на любые такие в МИИ. Ну, а так все с бабушкиных времен, наверное, все украинские песни, типа... Вообще различаются регионы по публике, принимают, допустим, на Дальнем Востоке, где вы были, и в Крыму. Одинаково? Или... Да, ну, с Крымом, наверное, это не сравнивать, но вообще со всеми городами, такими более-менее, таким мегаполисом большим, конечно, где публика уже немного искушенная, скажем так, когда много артистов ездит, когда часто... Если вот в Порт-Ванину мы летали вот позавчера, там раз в год, ну, День Шахтера, да, праздник, так обычно туда артист не ездит. Естественно, публика, то есть огромная эта площадь, то есть я не знаю, сколько глазу моему было видно, спасибо огромное ребятам, всем организаторам за аппарат, за свет, это все было шикарно сделано. Концерт прошел, ну, на ура, ну, не то, что на одном дыхании, весь сольный концерт прошел, при том на улице я успела там, ну, сколько могла там добежать до всех, и прыгала, и бегала с ними, и я море удовольствия получила. Конечно, есть какие-то... Ну, допустим, я сравниваю всегда так. Было такое время, что я поездила по горячим точкам, ездила, да? Да, уваженные награды там. Да, да, есть. Награда НАТО есть. Есть, да. За Кослово. За Кослово, да, да. Вот, ну, я просто к чему говорю, что к тому, когда ездишь, или там, особенно военная публика, она принимает всегда горячее тепло. Вот, не знаю, как сейчас будет, наверное, там, куда мы дальше там летим, больше график, наверное, у Игоря. Я особо и никогда не спрашиваю. У меня почему-то такая примета сложилась еще с 88-го года, не спрашивать, куда едешь, и за сколько едешь. Ну, естественно, логично. А как это? Потому что, когда приезжаешь, потом только в конце уже, как прошел концерт, я слушаю свои замечания, они порой бывают, или там музыканты, и тогда уже как-то проходит. Есть, конечно, небольшая разница в этом, потому что вот я говорю, что... Вы только поподробнее, потому что вы так про Игоря сказали, а до этого мы говорили про вашего сына, который тоже Игорь. Игорь Викторович, да, это у меня продюсер, продюсер, с которым мы работаем уже 24 года. Начинали еще с тех времен, и это, конечно, моя душа, мой учитель, мой критик. Он все время на меня понемножечку ругается, но, наверное, без этого и артиста не могу быть. Постоянный и консервативный человек вообще. Да. А с кем-нибудь, допустим, вы общаетесь, я сейчас не про Мираж говорю, не про... Ну, почему с Миражем? А с кем вы там учились вместе, росли или не осталось никого? Почему? Нет, я спрашиваю. Из Киева. Если брать... Ну, все равно, если училась, то это Киев. У меня есть очень близкий друг, она тоже певица, она очень известный человек на Украине, да, и несколько песен здесь нам писала, и Киркорову, Ира Билык. А, да, есть. Вы знаете, вот мы вместе с ней с самого детства учились, пели в детском ансамбле «Солнышко», вместе ходили в музыкальную школу. У нас один педагог царства небесное, и уже нет и нашей... Но мы вот когда встречаемся, либо она сюда приезжает, либо я, это вот мой близкий друг. Есть моя одноклассница, которую называли нас «Не разлей вода», Алла Чернобылю. Есть мои одноклассники и ребята. Встречаемся не так часто. Они не в шоу-бизнесе? Нет. Нет, да? Нет. Просто с Ветлицкой мы с вами до эфира коротко переговорили, что Ветлицкая, которая прям такую, ну, судьбообразующую роль сыграла... Для меня, да. ...для вас вот этим приглашением в коллектив, там, сперва ведь в качестве... Костюмера. Костюмера, а потом уже на сцену. Да, да. С ней вы не общаетесь. Почему? Общаемся. Мы общаемся, только уже давно, конечно, ну, не могу сказать, что прям... Ну, последний раз, когда ее видели. Ой, далеко. Я об этом говорю. Далеко. Но это я виновата, потому что я знаю, что Наташа была занята воспитанием ребенка, потом какие-то там перемены были в жизни. Так особо навязываться, конечно, звонить, наяривать. Хотя хочется, иногда скучаю по ней, пообщаться, потому что... Ее легко в Фейсбуке найти, она активно там... Я не в Фейсбуке не умею, а я с Фейсбуком пока не думаю. Вы в соцсетях вообще не представлены? Редко. Да, то есть то, что там есть, это фейк или это вы, но просто... Но меня точно нет. А, да, так а вы займитесь этим. Хорошо, посмотрю. Пусть продюсер зачистит. Хорошо, расскажу, продюсер. Всех лорных, лорных, Игорь, он где-то сидит, тут слушает, сейчас все услышит. Я надеюсь, что не только он. Я надеюсь, что нас сейчас все слушают, несмотря на поздний час. Вот про концерты мы говорили. Вы можете вспомнить какой-нибудь концерт, который был самый, допустим, безрадостный? Ну, там что-нибудь случилось или что-нибудь пошло не так, и наоборот, какое-нибудь выступление, которое по тем или иным причинам, ну, неисправно, что последний всегда как-то помнится, но такой, который или по масштабу, или по ощущениям запомнился больше всего. Можете вспомнить? Вы всегда знаете, как все, что совсем недалеко и близко, еще в сердце таится. Это опять мы вернемся к порт. так как называется, последний, крайний, новый клип. А я называю кошечка. Так. Ну вот. Конечно, оно так в душе еще пока, это воспоминание, пока еще очень сильная была энергетика, и как-то все и у меня... Бывали, конечно, концерты, наверное, так не упомню, чтобы не соврать. И всегда бывает что-то так, что что-то не идет. Да, тогда даже не знаю, что включается, потому что волнение появилось. Вот у меня буквально минут за 10-15 до самого выхода, так пока я еще молчу, сижу, еще так думаю, с чего начать, какая будет публика, потому что самый волнительный, это первый шаг, когда выходишь на сцену, потому что все трясет, коленки, и как бы я не могу... До сих пор? До сих пор. Я ничего с этим сделать не могу, как бы я там и не помолившись, я одна оставалась в гримерке, все равно вот это вот... А... Чаю выпить. Чай на сцену ставиться, все. А, я поняла, о каком вы говорите. А, всяко бывало. Но в том плане, что волнение это никуда не денешь, до тех пор, я потом заметила, я не могу управиться с этим. Сначала думала, что это необходимо из себя просто выбросить, потому что я теряюсь, и я начинаю там, может быть, не так что-то говорить, повторять слова. Это не получилось у меня. Потом я сказала, что, наверное, этого не надо делать. Ну, раз это вот такая я, значит, такая я должна оставаться, так будет честнее, чем я буду там вызаучивать какие-то тексты, слова. Ну, ошиблась я, ошиблась, ну что. Но это волнение ровно... Ну, наверное, вот сделал первый шаг, услышал музыканты, вступление играет, еще трясет. Выходишь только, начинаешь что-то говорить или уже исполнять песню, оно исчезает. Притом оно исчезает, наверное, потому что уже тот адреналин, который в голове, и ты думаешь, что какие люди в зале. Сначала, наверное, это первое такое... Ты оцениваешь, что ли, принимаешь, кто в зале, в каком они настроении. Потому что ведь бивали раньше города, когда холодно в зале, люди приходили одеты. Я понимала, что мне сейчас надо их попробовать разогреть, чтобы они, ну, сняли с себя пальто, пошли двигаться. Потому что я видела, старалась наблюдать за парами, которые вижу там, вот толкнул там, они друг на друга там уже. Вот я себе вставила задачу, что я должна до конца концерта их смирить. И довольно часто получалось. Кто-то там потом замуж выходил, кто-то там... Это так? Да, писали и рассказывали. Очень хорошо отношусь к... когда приходят с детишками. Для меня это радует, что, наверное, все-таки публика разная. Потом, конечно, это мои, я так надеюсь, будущие поклонники. Я, конечно, пытаюсь уклонник, потому что, чтобы они росли вместе со мной. Я понимаю, да. то еще тепло, и можно открыть открытое платьишко, чтобы так оно, так легенько все было. Монитор здесь, и все и началось. Мне тут неудобно, я боюсь, чтобы шлейка не слетела. Тут это, тут монитор ерзает. И, в общем, я весь концерт, я была полконцерта занята тем, что я думала параллельно, зачем я его надела. Что я не могу присядку сплясать, что я сейчас не могу спрыгнуть со сцены, что я не могу, как нужно оттанцевать свою присядку, чтобы будет видно все. И я вот... А что, а саундчека не было вообще никакого? Был, конечно. Да, причем здесь саундчек. Саундчек идешь в шортиках, маечки, а на концерт берешь несколько нарядов, думаю, нет, сейчас тепло, немножечко подзагорело, наверное, я пойду в этом платье. И все, и ошибка. И вот я думала все время, то есть бласкованно. Поэтому я считаю, что, как говорит мой продюсер, на звук этот, Аня, не влияет, в каком-то наряде идешь, поэтому думай лучше, чтобы тебе было удобно и думай о музыке. Ну, так это про звук и про саундчек, про все дела. Вас огорчает, что до сих пор вам поминают ну вот этот опыт, когда приходилось петь фонограмму. Жень, ну куда же же от этого... Чужую причем фонограмму. Нет, на самом деле мы все пели сверху, все, как одна солистка. Я потом, знаете, как называла это Мираж, низкий поклон. Да. Мираж был, когда появились вот фабрики звезд. Да, да, да. А я говорю, а у нас был маленький заводик или маленькая фабрика по выпуску отдельных артистов, потому что огромное количество что мужчин, что женщин, отдельно солирующих потом проходили эту школу Миражевскую, скажем так, она довольно строгая была, а тем более тогда, когда уж я приехала в Москву и будучи, ну тоже, скажем так, приезжим человеком, да, в Лимита, хотя с ее... Подоехали тут, да. Тут жестко встретили жестокий город такой, все там, специальные принципы, правила, к ним надо было зарабатывать свой иммунитет. Это уж теперь можно так говорить, что, наверное, мне уже ничего не страшно в этой жизни. Ну, тогда вот были мы такими куклами, больше слушались. Сейчас вам ничего не страшно в этой жизни, даже, наверное, не страшна игра в правду, которую мы завершаем. Значит, Татьяна, из этого красного мешочка надо достать одну фишку, любую, из такого же цвета выбрать карточку. Карточку. Да. Карточку наберем. Красную. А желтую, желтую, желтую. Любую желтую. Давайте. Вот так с краешку далеко не ходя. Ага, спасибо большое. Давайте, давайте. Вам случалось, будучи сильно пьяной, делать что-то ответственное, притворяясь абсолютно трезвой. Ну, наверное. Не уверенно, сказала Татьяна, вспоминать десятки таких случаев. Какой из них выбрать случай, когда было слишком пьяно? Было такое. Было, при том... Мы не на концерте? Да, отменили. Отменили концерт, да? Да. Была очень длинная поездка, это было очень давно, я это помню. притом напившись. Это, вернее, сначала я потеряла голос, а потом ну, прилично выпили, пока ехали в автобусе. И, естественно, пришлось переносить, потому что был такой случай, это был город Тамбов, как сейчас помню. Уже давно не было никаких наездов, особо тогда, уже в те времена 90-е, уже так заканчивались. Но мы попали в такую ситуацию, когда пытались ломать дверь в моем номере, у меня была сестра со мной. Поклонники настойчивые. Вы знаете, я думаю, что просто перепутали, потому что с оскорбительными словами пытались взломать дверь, я не открывала, требуя, что выйди, поговори. А у нас такая была, ну, принято было, что после концерта обычно уже отдыхаешь, потому что даже концерты были по многу, не один, да. и в какой-то момент, когда я позвонила администратору, сказала, что так и так, у меня ломает дверь, просто я слышу, что чем-то сильным бьет. Она сказала, звоните в милицию. Я говорю, а как в этом городе, куда звонить? В общем, пока я соображала это все, звонить, падает дверь, я только увидела огнетушитель, которым, видать, выбили дверь, и он в это время сработал. То есть, было все в пене. Это кинезонографично. Я услышала басом, который сказал, брось трубку, такая-то, такая-то. То есть, услышали, что я звоню в милицию. Витку я успела сестру свою спрятать под кровать, при том, успела еще запихнуть шубу ей туда, чтобы на всякий случай не забрали и шубу. Ну, в общем, в этой пене, в этом хаосе они, конечно, исчезли, я стала рыжего цвета. И когда уже приехали, значит, естественно, вызвана была милиция, они пытались у меня взять какие-то показания, естественно, их не дала. Но перестала говорить вообще. Я думаю. Не то, что я пытаюсь, а оно говорить не говорится. Ну, и нужно было на следующий день уезжать в другой город. То есть, после того, как мы ночью не поспали, голоса не прибавилось. И на этом стрессе я решила, что пока я доеду, можно выпить коньячка, и пока приедем в следующий город, а уж какой я не помню, я нормально, значит, отойду. Но тут-то остановиться было сложно, все, мне было очень обидно, слезы, это все рыжие на мне, волосы тут же покрасились, я не знала, что так не зажительно могут покраситься волосы в рыжий цвет. Ну, естественно, пришлось отменять, потому что я была никакая вообще. То есть, меня принесли в номер, и вот это было... Это то, что называется форс-мажор. Форс-мажор, да. История отличная, мы все наши беседы потом издаем в такие книжки, которые называются серия 24 кадра «Правды про женские истории». Эту я дарю вам. Спасибо же. разговор с Татьяной обойдет в одну из следующих книжек. Я не спросил, кто у нее в сердце, так называется, клип, новый клип Татьяны Аптенко. В следующий раз мы с ней об этом поговорим. Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо, удачи. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова